Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Кровов. Я нахожусь в Ижекучем, обтекающем Таиланде, город Паттайя. Сегодня мы отправляемся на вечернюю прогулку и зайдем на рынок уличной еды, который находится прямо у нас возле дома. Это прямо идеальное место для жизни. Смотрю, получается, рядом рынок полной еды. Вышел, даже ничего готовить не нужно. Я видео покажу много рынков, потому что вот очень популярны здесь ночные рынки. Они называются ночные рынки, потому что открываются уже ближе к вечеру. Днем жарко, все стоит закрытое. Смотрите, уже солнышко село, люди у нас до сих пор купаются в бассейне. Там у нас барная стойка, тоже можно заказать еду, выпить какие-то коктейли. Но здесь цены просто, я вам скажу, копеечные. И поэтому давайте мы отправимся на вот этот рынок, будем смотреть, по чем же сейчас уличная еда. Идемте. Вот здесь, кстати, люди живут, они вот сидят здесь по вечерам. Есть Wi-Fi. Ой, Анечка, проходи. Даша, проходи. На улице сейчас легкий ветерок, который может задувать микрофон. И сейчас, думаю, на рынок подойдем, там ветерка не будет. Вот смотрю, люди, короче, купаются, никто не выгоняет из бассейна. Это очень классно. Потому что иногда я замечаю, что вот солнце садится, и все горит из бассейна. Выходите, купаться нельзя. А здесь без проблем. Плавай сколько хочешь. Здесь до сих пор стоит новогодняя елка. Короче, сказали, китайцы празднуют вообще все праздники. И скоро будет китайский Новый год. Поэтому я помню, был в Таиланде на китайский Новый год. Событие это было здесь просто грандиозное. Так, ну что, смотрите, в принципе, уже на рынке много людей. Сейчас давайте пройдемся, посмотрим, какие здесь цены. Начало сейчас 2024 года. А то вдруг это видео смотрят, там уже 2025-2026 год. Сразу хочу передать привет в будущее. Надеюсь, в будущем уже все хорошо. Сразу говорю, в видео не рекомендуется смотреть на голодный живот. Насыпайте себе тарелку борща. И давайте приступаем. Итак, мега офигеннейшие вот эти вот смузи. Причем, знаете, говорят, вот это намного полезнее, чем выжатый сок. Потому что здесь как бы остаются витамины. Они просто в блендере это все перемалываются льдом. Очень вкусно я пробовал. 25 бат. Доллар сейчас 36 бат. То есть цена просто классная. Огромное количество всего. То есть видите, лайм, мята, имбирь, манго, ананас, драконий фрукт, арбуз, маракуйя. Короче, выбор просто гигантский этого всего дела. Давайте проходим дальше. Смотрите, выпечка по 15 бат. Это даже пишет, смотрите, в русском языке есть куриные блинчики. 15 бат стоит. Доллар по 36. Ну, вот это вот тоже по 15 такая штука. Куриное филе. Я думаю, пару штук взял наелся. Примерки 10 бат. Но надо узнать, сколько штук. Мне кажется, не одна, а штуки три, наверное. Здесь домашняя еда, домашние аппетитные котлетки, пюрешечка для тех, кто соскучился за этим. Все макарошечки делают. Это такая кухня по-домашнему какая-то. И вот здесь еще легендарная есть рыба. Рыба в соли. Это просто что-то мега крутое. Я помню, я это ел когда-то. Мне настолько это нравилось. Смотрите, 140 бат. Это примерно сколько? 4 бакса. Целая такая рыбина готовая. Ну, на двоих, думаю, хватит. Ну, либо на одного. Короче, тут, в принципе, на 10 долларов можно объесться вообще. Сверху полили лаймом. Вот такой приправки и будет просто пальчики оближешь. Людей, конечно, очень много. Вот эти рынки популярны. Потому что, короче, это то место, где не нужно готовить. Даш, иди сюда, стой. Так, это у нас королевские креветки какие-то. Давай, Даш. Короче, ты выбирай все, что хочешь. Берем. Короче, здесь нужно приезжать и именно пробовать уличную еду. Ну, так, только не сладостей. Сладости потом. Том-Ям. Нет. Том-Ям. Сколько стоит? 80. 80 бат. 80 бат. Короче, мы... А, ну, это в долларах. Получается 2 доллара за порцию супа. Вроде все свеженько. Смотрите, курица, все со льдом, все красивенько. И нету, знаете, я помню, был в Бангкоке, там, на некоторых рынках. Там бонь была очень сильная. Здесь, в принципе, запах хороший, на этом рынке. Даша, она выбирала себе сушь. Так, у меня там очередь за суп. Давай, встань в очередь. Ну, по-моему... Два супа закажи. Суши, получается, по 20 бат. По 20. Не знаю, будет ли такое даже есть. Классный котик. Смотрите, мы набрали суши 150 бат. Я не знаю, конвертировать в доллары напишите или не конвертировать. Ну, примерно, там, 4,5 доллара. Такая вот порция, видите. Сейчас еще заказали два том-яма. По 80 бат, да, который? А, есть том-ям, смотрите, да, с морепродуктами, без морепродуктов. Кальмар том-ям. Тут, получается, 4 вида том-яма. Огромная очередь стоит вот сюда. Паттай, мистер Бом. Смотрите, что такое. Тут что-то такое интересное. Просто очень много людей сюда стоит. Он прям свежий-свежий суп делает при вас. Смотрите, все кипит. Порезал курицу. Режет прям вот это все. Все вот... Это, я не знаю, что это такое за корень. Какие-то палочки. Но запах очень классный здесь стоит. Так. Смотрите, он нарезает тарелочку. Потом молоточком эти палочки отбивает. Потом всякие... А, это грибочки беленькие. Да, вообще класс. Очень много свежей зелени. Вот все, что здесь стоит, он все это добавляет в суд. Все режет, отбивает молоточком. Единственное, вот, либо с курицей, либо с морепродуктами. Но мы сейчас попробуем с курицей. Ну, уже в другие дни попробуем с морепродуктами. Он только что взял жменью перца, и я попросил, говорю, сделать один острый, а один не острый. Я хочу с перчиком попробовать. Я просто люблю очень торченую еду. Короче, за процессом очень классно наблюдать, что он готов. Суп, посмотрите. В пакетик наливают специальные пакетики для супа здесь. Никакие не тарелочки. Вот дали тебе пакетик. И вот надо говорить, мне пакетик супа. Завернул резиночкой. И вот так вот, кстати, по городу носят пакетик с супом. И вот тарелку дают. Это уже домой пришел, было живу в тарелку. Получается, если порция на одного, выгорите пакетик супа. Если порция, там уже человек пять, выгорите мешок. Здесь огромная зона, где можно перекусить. Смотрите, взял суп. Сейчас там Диана взяла суши. Посидим, поедим. И я сейчас подробно еще покажу этот рынок. Ну что, я принес тебе пакетик супа. Помнишь, что тут супы в пакетиках продаются? Том-ям. Это же с тарелкой, да? Да, и пакетик, и тарелка. Ну, покажи, мастер-класс, как из пакетика перелить суп в том-ям в тарелку. Не разлив. Давай. Я это делаю первый раз. Да, конечно, ветер поднимается. Людей видно здесь очень много. А хватит ли одной тарелки вообще на него? Может, эта порция вообще надо будет? Давай, давай. Давай я сделаю. Давай. Все очень просто. Берем пакетик, снять резиночку. Воу-воу-воу, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, смотрите, прям впритык. А, да-да. Ты сейчас пакет достанешь. Пакет сейчас лежит. Так. Короче, здесь две тарелки просто. Вот видите? Тоже надо учитывать, что супа в тарелке больше, то есть супа в пакете больше, чем тарелка. Надо вот так вот. С пакетиком. Офигенный по вкусу. Ну, я вот не знаю, его получается с пакетом так и есть надо. Просто мега офигенно. А все, все, и все четко. Прям смотри, как он четко все рассчитал. Да? Да. Да, давай, давай пакет. Ну, вообще красота. 80 бат. Так вот с рисом. Рис просто крут. Я не знаю. Что тут добавить? Это надо пробовать. Это острый или нет? Ну, не такой. Давай второй наливай. Будем пробовать. Я обожаю этот суп. Ну что, Дин, как тебе? Это реально. Это очень круто. Второй суп вылил. Смотрите, опять же впритык. Вообще прям. Просто очень много ест пробовала. После Таиланда мьямов в разных кафе, ресторанах. Но очень редко было что-то подобное. Но здесь именно вот это обычная уличная еда. Ты приходишь, и это просто. Это настолько круто. Настолько вкусно. Я не знаю, как вам это передать. Короче, мне вот это очень нравится. Сейчас я съем вот этот пакетик с супом. Наверное, еще скажу риса возьму. Суп такой перчоненький, прям хороший. Оставил Диану, пусть она спокойно поест. Короче, здесь у входа на рынок есть такая мини-детская дискотека. Играет музыка. Короче, все дети собираются, танцуют. Короче, смотрю, даже здесь прям очень понравилось на рынке. И она очень быстро знакомится с людьми. Находит себе подружек. Уже в комплексе нашла себе подружек. Короче, суп очень вкусный. Вот порция была просто огромная. Можно брать одну порцию, один пакетик на двое. Там как раз две тарелки было. В следующий раз так и будем делать. То есть мы суп не смогли доесть. Давайте пройдемся дальше. Вот делают разные коктейли по 40 бат. Ну, уже считайте, там курс к доллару получается 36 бат один доллар. Ну, чуть больше доллара. С энергетиками делают, ну, это я не знаю. Мне, в принципе, такое сейчас неинтересно. Больше вот морепродукты. Смотрите. Кальмары 100 бат. Вот такая вот спашка, видите? По 100 бат. В принципе, цена написана. Порция креветок 200 бат. Рыба. Вяленая, я не знаю, 150-220 бат. И вот большие очереди были, смотрите, сюда. Сейчас они уже немножко рассусались. Окрочек 60 бат. Ну, наверное, с чем-то он идет. И полкурицы 100 бат. Так. Вот это очень интересно. Правда, оценит, пишет. А, how much? 100 грамм 30 бат. А, 100 грамм? 100 грамм 30 бат. 100 грамм меньше доллара стоит. Уже в виде китайский язык, понимаешь. Потом пироженки, пончики. Пончики, получается. Сколько? 10 бат. На доллар 3,5 пончика берем таких шоколадных. Еды просто валом. Тут, на самом деле, я не знаю, тут зайти поесть, наверное, на доллара 3. Вот так вот, ты наешься. Тут, короче, где-то вот 150 бат, наверное. Вот с супом я взял порцию. Это просто гигантская порция была. Она на двоих. Вот сейчас я почитаю, сколько хватит. Например, ну, сколько нас денег, чтобы тут хорошо поесть. Это надписи. Вот тут порция гигантская, смотрите, по 60 бат. Меньше двух долларов. Ну, примерно 60, 70, 80 пишут. Ну, короче, два баксов. Это большая порция вот этой вот лапши со всякими специями. Вот эти вот легендарные китайские блинчики. Это просто, это шедевр. Это произведение искусства. Я когда думал о Таиланде, я вот думал об этих блинчиках. С бананом, с манго. Сверху не поливая с загущенным молоком. И это очень круто. Вот это все надо пробовать. Приходите и пробовать. Сколько еще стоит такой блинчик? Так, пишут 40 бат. 40, ну, там добавляешь уже нутеллу. Яйцо уже получается там 60-50 бат. Опять же подают ребрышки. Шашточки. Я был 11 лет назад. Шашточки стоили примерно по 20 бат. Вот, в принципе, они так и стоят. Видите, такие свеженькие. Это у нас куриное сердце. Смотрите, вот такие вот грибочки. В колбаске. Вот такие грибочки есть. Да, получается 25 бат. Вот 11 лет назад я здесь был. Курс был 1 доллар 32 бата. Сейчас 1 доллар 35. 5.75 пишет, но я так считаю. 36. Порция такого салата. 50 бат. Примерно 1,5 доллара. Нет. Ну да, где-то так вот. Затем. Тут, наверное, тоже готовят том ям. А нет, это не том ям. Это такой суп с фрикадельками. А вот, да. Здесь том ям готовят. Здесь курица пишет 100 бат. Там мы брали за 80. Потом пиццу. Пицца 169 бат. Короче, на 10. Нет, даже меньше. Да. Ну, примерно пицца 5 долларов стоит. Для меня после Испании цены очень низкие. Скажу. Прям вообще. Я еще, знаете, еще не совсем как адаптировался. Не прошарился в ценах. Когда ты уже тут живешь какое-то время, ты уже тут понятно, уже знаешь, где что получишь купить. Так, идем дальше. Ну, очень много морепродуктов. Дальше. Идем. Всякие, это не знаю, самосы. Один стоит 25 бат. Коробка 100 бат. Помидоры черри 50 бат. Огурчик тайский 40 бат. Так, холодный квас. Морсики, ну морсики по 45-49 бат. Короче, я еды валом. Это, знаете, я еще немножко прошелся. Я уже устал снимать еду. Ее тут просто валом. Это у нас свинина. Это свиные уши. Куриные ножки. Так, здесь курица. Ладно, идем дальше. Я вот, знаете, одним кадром эффект присутствия вам делаю, чтобы тоже ощутили себя на тайском уличном базаре. А здесь тоже большая очередь, потому что здесь делают коктейли. Давайте посмотрим, сколько же стоит у нас коктейльчик. Делают все. Махито, май-тай, тай-май, магарази, джин-физ, джин-тоник, лимон-скай, пин-леди, пин-акалада, леди-бой. Еда закончилась. Здесь начинается у нас мыло. Да, это мыло. Тут просто так же ананасик продают. Здесь всякие крема. Здесь, в общем, знаете, тоже надо это все смотреть, потому что здесь только всего интересного продается. И стоит оно здесь очень-очень недорого. Ну что, давайте немножко еще пройдем по одному ряду. И все, больше еду не буду показывать. Так, это у нас горячие суши. Вот такой вот небольшой урочек стоит 10 бат. Ну, причем это делится где-то на три части. И будут вот такие, как обычные суши полноценные. Так, идем дальше. Здесь у нас всякие пельмени, вареники, котлеты, чебуреки, блины продают. Вообще. Короче, делают, видите, уже все. Так, здесь у нас морепродукты. Вот порции написаны. Порции 80, 60 бат, 100 бат. Ну, все на тайском написано. Что самое интересное, они все это свеженькое готовят при вас. Так, смотрите, здесь уже прям готовые боксы продают с едой. Давайте спросим с колецю. How much? 20, 20? How much? А, 30, ага, 30, 30 бат. 30 бат, короче, меньше доллара порция стоит. Так, здесь какая-то вкуснятина, здесь ребрышки. Ну, это, наверное, все свинина. В общем, я ему скажу, цены очень-очень низкие. Вот так вот походить, поспрашивать, поузнавать. Ну, только что боксить едой, скажем. Ну, тебе полноценная еда нормальная. Меньше доллара стоит поесть. Так, вот это десерт, это манго с рисом. Оно такое сладненькое, 40 бат стоит. Так, набор овощей по 40 бат, 50 бат. Это, по-моему, называется физалис, 50 бат. Клубника. Одна коробка 100 бат, три коробки 250 бат. Это что такое готовят? Я просто том ямана елся, и я уже все. То есть, я уже на сегодня ничего не могу пробовать. Вот это, конечно, я бы, наверное, съел. Как бы пересилил бы себя. Чем мы съем? Напишите, кто давно не был в Таиланде, скучаете ли вы по Таиланду? Я вот приехал, я не знаю, прям. Ну, настолько рад, что сюда приехал. Настолько здесь классно. Вот в плане еды, это просто супер. Не надо здесь вообще ничего готовить. Ходи на рынки, покупай готовую еду. Разнообразие просто гигантское. Просто валом всего тут. Не знаю, сколько надо времени, чтобы это все перепробовать. Это только один рыночек. Этих рыночков здесь в Паттайе очень много. Арбузик. How much? По 30 еще. Меньше доллара пачка арбуза такая. Ну, давайте арбузик возьму. Какие-то местные тайские вина по 180 бат. Получается, на 10 баксов берем две бутылки вина такого. Ну, и какое-то вот уже другое вино, он уже подороже стоит. В общем, вопрос тайских вин тоже нужно изучать. Я знаю, тут делают шруктовые вина. Я когда был на севере Таиланда, мы вот ехали вдоль дорог, прям целые там витрины стояли с этими винарами. Так, здесь опять делают первые коктейли. Все, я пойду на детскую площадку. Вот, в принципе, вам рынок показал. А, вот пиво почем? Стакан пива 65, большой стакан 195. Пиво чам. Депозит. А, запирной кувшин 100 бат. Я вышел из рынка, я еще, может, пройдусь и покажу, почем здесь фрукты, овощи. Потому что здесь такие небольшие фруктовые ряды есть. А я подошел к детской площадке. Смотрите, сколько здесь детей. Ну, во-первых, они здесь разбываются перед входом на детскую площадку. И детей здесь очень много. И мне надо где-то найти своих. Мы присели здесь к краевской площадке. Сейчас едим арбузик и ананасик. Здесь прям так шумит море, очень классно. Такие пальмы. Вообще, такие баночки. Кутичка. Кутичка. Угу. Вкусный. Мы сейчас отправляемся в магазин с 7-11. Возьмем немножко продуктов домой. Куплю я немножечко сейчас фруктов, чтобы у нас дома лежали в холодильнике. Наверное, куплю бананчиков. Вот очень классно здесь. Видите, все продается уже чищенное. Не надо даже напрягаться, чистить. Я взял 5 манго. Манго очень классно. Он еще до этого пробовать. Вообще суперская. Потом. Кстати, если по 150, может еще круче. Но вот это мне очень понравилось. Потом взял еще бананчики такие маленькие. Еще набираю вот такой фрукт. Стоит 10 бат 1 килограмм. Доллар, повторяю, у нас 36 бат. Произошло чудо из 10 бат. Они превратились в 150 бат. Короче, тут такая табличка есть. Она стояла так. Я говорю, 10. Он говорит, да. Потом взвесил мне. Говорю, брат, 150. У других этот фрукт тоже по 150 бат. Короче, он сам не ожидал. Я вроде бы спросил, где он говорит, а потом говорит, 150. Я возьму себе еще вот такой вот коктейльчик. Наверное, пусть они сделают имбирь, лайм и мята. Вот они такие стоят. Можно выбрать еще. О, вот он верхний. Все, буду ходить с рынка. Короче, имбирь, лайм и мята. Он еще льда добавил, все это перемолол. Это просто мега офигенно, друзья. Очень, очень классный коктейль. Мне очень понравился. Ну, я на всякий случай говорю свое мнение. Потому что, может, кто-то тут живет, уже скажет, как мне достала эта еда местная. Ну, для меня, поскольку я вот недавно приехал, это просто... Короче, все настолько вкусно и классно. Я прям, короче, кайфую от этого всего. Скажем так. Я пришел домой, дал Ане попробовать вот этот коктейльчик имбирь лата мяйм... Эм, мяйм. Имбирь лата... Имбирь мята лайм. Вот. Ужас, в третьей попытке выговорил. Короче, Ане очень понравилось. Я даже не ждал. Он просто... Там столько имбиря. Я просто люблю, когда много имбиря. Тебе, Дин, понравился этот коктейльчик? Очень классный. Вот они прям делают. Прям вообще класс. Я люблю все с ним делюсь. И причем они его так много-много кладут. Так ты смотри, что они делают, то мы будем делать. Они вот это, да, получается. То есть, сколько там? Два лайма, мята, кусок имбиря большой. Еще лед. Он это как-то все взбивает. Надо посмотреть будет. Надо записывать количество. Не знаю. Ты видел, они там тоже с йогуртом и делают еще. Там с молоком еще. Да, 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 да. Это все нужно будет попробовать. Как тебе вообще тайская еда? Ты сходила на рынок? Какие твои впечатления и выводы ты сделаешь? Да, да, я первый раз здесь. Мне нравится тайская еда, я только больше всего с этим не ехала. И причем тайская еда мне нравится в основном, ну, больше всего в Таиланде. Потому что то, что готовят в других местах тайское, оно никогда похоже на тайское. Да. А здесь прям уличная еда, и она настолько вкусная, настолько классная. Это прям как у нас в дорогих ресторанах, да? Я еще, ну, сегодня еще не еле, но я люблю их рис разный. Вот самый дешевый, рис по 10 бат, он очень вкусный, да, вот этот вот? С овощами. А, вот тот, да. Ну, и вот этот, который мы брали, он тоже вкусный, да? Ну, мне у них нравится. Ты же говорила, тебе он нравится. Мне нравится, ну, как, если его с чем-то есть, то нормально, сам по себе он ничего, он не нравится. А, мне вообще понравился, такой классный. Он как по Селин лепится, классный. Мне нравится, он бывает. А хлопша их нравится. С овощами. Да, короче, это все мы будем пробовать. Я так понял, тайской еде времени будет уделено очень и очень много. А вы напишите, вам нравится тайская еда? Вот, мне очень нравится. Или, если нравится, но не хотите ничего писать, просто поставьте плюсик, либо много плюсиков, посмотрим, сколько нас любителей тайской еды. Давайте мы подведем какие-то итоги по поводу еды. Смотрите, мы примерно посчитали, за 5 долларов на человека, вот если сходить на такой рыночек, можно объесться с головой. Это не просто наесться. Ну, там скажем так, ну, скажем так, полноценный, нормальный ужин. Можно просто обожраться, вот так вот скажу. Ну, по-другому не скажешь, просто вот... И десерт. А? И десерт. Обожраться и десерт. Это на 5 баксов на человека, вот так вот. Потому что вот этот том-ям, его можно брать один на двоих. Это порция здоровая том-яма 2 доллара стоит. Ну, видите, там 2 тарелки было. Вот я не знаю, вот... Я не знаю, эту порцию сложность есть одному. Короче, вот считайте, по доллару на человека, вот на этот суп. Плюс там я показывал, меньше доллара там рис, там мясо и уже какие-то макароны есть. Ну, в общем, цены тут очень крутые, поэтому 5 долларов, это прям с головой, как мне показалось. Так, я зашел в магазин 7-Eleven, мне нужно купить кое-что домой. Сейчас я вспоминаю... А, вот, по-моему, вот это какая-то местная паста известная. Так, наверное, или вот это вот возьму. Сходил в магазин, меня зачем-то послали. И я что-то купил, какое-то молоко, какой-то такой сухой завтрак, ну, просто чтобы он был. Вот. Потом какой-то порошок, какой-то кофе и какую-то пасту с палочками и листиками. Ну, паста вот тут вот с Барби. Даша попросила, потому что детская у них... Детскую пасту мы забыли им взять. Вот так вот закончилось. Ну, что, показал вам немножко тайской еды. Вот, это было у нас такое коротенькое вечернее видео. Уже будем заканчивать. Я всем желаю счастья, крепкого здоровья, мира и всего вам самого лучшего. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok